Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот нам посоветовали эту тему открыть. Как она называется? Номер 19. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 31 декабря 2015 года. Повторяю. Тему эту предложили кто-то, мало разбирающийся. Мы, говорит, ничего не понимаем, а это можем смотреть. Дети им помогают. Колесневка, Николай и Анна. Прошу найти их, чтобы они откликнулись. Все-таки завтра, если Господь благословит Новый год, у нас будет уже 20-е. Мы ни одного дня не пропустили пока. Каждый день даем вопросы, что набирается. Вот сейчас я встал с 3 часов, мы 4.40 встаем, но мне приходится пораньше, раньше ложусь. За полтора часа с лишним я еще не закончил, что пришли письма за ночь. За ночь. А остальное тут у нас, что было за день. Еще раз даем объявление. Вопросы, передаваемые мне из ВКонтакте, одноклассников, из других ресурсов, администраторами и модераторами на наш форум. А потом возвращаемые ответы к вопрошателям, теперь видны на нашем видеоканале. Видеоканал, ну, чтобы люди знали, что такое видеоканал наш, я сейчас его просто открою и покажу. Вот, смотрите. Видеоканал. Какой у нас видеоканал? Видеоканал. Так, вот он где. Просто показать его. Вот он как видит. Смотрите. Православный видеоканал. Открытый моком. Зарядите в Яндекс.Видео. Вот я сейчас зарядил, ну, сколько тут? Две секунды, и оно уже вышло. Ну, а теперь по порядку, вот они наши идут. Перед этим только было, вот, 18-й, вот оно уже стоит. Сколько? Сейчас 47 минут. Сейчас 47 минут. Каждое у нас выступление получается сейчас с лишним. Вот так. Ну, это я уберу, оно тут мешает. Теперь, что у нас здесь есть? Поступило. И вот это, что она мне пишет, все выставляется. Не так, что я в личку дал тебе лишнее. Мне не надо лишнее, никакой тайны. Страшно не люблю вот это. Трусость прикрывает тайной. Это трусости. Задолбленная. Священниками и другими. Как бы не убрались с места, вам-то еще бояться. Вот разные ники придумали. Почему патриарх Тихон ни одной бумажки не выпустил без подписи? Я верующий. Я еще ни одного письма не написал, чтобы не было точного адреса, телефона и на всех столбах и везде. А вот то будут делать, ничего не будет. Научите жить свободно. Мы молились о свободе совести, о свободе духа. И нам Бог дал. Постепенно мы будем объяснять, какую свободу Бог дал нашим общинам. Не виданную, может быть, за тысячелетия. Почему? Последнее время Бог избирает. На вершине севера. И вот теперь мы каждый день выставляем вот такие. Теперь объявление. Объявление. Уже не первый год меня просят составить на каждый наш видеоролик хотя бы краткое, но точное описание. Что на нем есть для облегчения поиска нужного ответа? Отвечаю. Мне с этим не справиться даже при всем моем желании. Кое-кто соглашался слушать полностью ролик и мне прислать краткое содержание, которое я выставлю внизу в пояснении. И по нему поисковик приведет в ролик с нужным ответом. Обязательно указать на какой минуте и о чем. Прошу всех, кто заходит на наш этот видеоканал во свете Библии открытым оком. Помогите это дело исполнить. Возьмите один ролик и до конца прослушайте, сделав оглавление. Помельчая содержание простыми словами. О Библии, Христе, Святости, Суде Божьем и так далее. И это содержание перешлите мне или в мой мир, на форум или на почту. А я уже помельчу это содержание внизу указанного видеоролика. Только делайте дело ответственно, без ошибок, без пропусков. Так, просьбу еще к этому добавляю. Кто начинает над каким роликом работать, мне сообщите, чтобы двое, трое над одним не работали. Но если случится такое, но все равно кто-то выделит одно, другое, я соединю это вместе. Но это невозможно. Вот я, к слову, стал говорить сейчас. Вот смотрите еще, что у нас, какое сокровище есть. Вот, сайт. Не с форума, сайт. Как он выглядит? Зарядите в Яндекс, в Гугл. Сайт. Сайт необыкновенный. На нашем сайте есть то, что нет ни на одном сайте в мировой сети. Нету. Даже сколько лет он сейчас есть, еще никто к этому не приблизится. Во-первых, тут 38 книг моих, вот. Книги, написанные в пророческом духе. В каждой книге, это 38 книг, около 3000 ссылок на Библию, на все каноны церкви, на все жития святых. Ответы, которые, вот ответы, дальше, 4124 ответа. Здесь пришлось разбить на 55 папок. Это из книг моих. Открытым оком, 33 тома, по 752 странице. Мне говорили, ну, где ответ искать? Вот у меня, допустим, тема воспитания детей. Где я найду? Я говорю, после моей смерти кто-то займется. Это надо 33 тома, мне надо заново перелопатить. Никто не взялся, пришлось самому делать это. И вот сделано теперь, пожалуйста. Вот какая тема? Литература, искусство, дальше тут крещение. Да, что тут? Коммунизм, канонизация. Ну, канонизация, допустим. Сам выбери, какая тебя тема интересует? Деньги. Деньги, о, у тебя денег-то много, но правильно. Вот деньги. Что? Вот здесь вопросы, с какого по какой том, в какие страницы. Дальше. Вот здесь какой-то, выбери вопрос. В каком томе, какой номер вопроса? Вопрос 863, второй том. Вот так. Во время собрания баптиста проходит, в кавычках, сбор добровольных пожертвований на нужды церкви. Нужно ли православным участвовать в этом? То есть, отдавать денежные средства в их копилке? Ну, все интересно или нет вам? Вот я теперь, смотрите. Чтобы вот теперь, одни вопросы идут. А в вопросе откну, будет ответ. Это Женя Клейменов помог сделать. Ну, он с красным дипломом закончил университет медицинский. Трудно искать были. Через Юлию Третьякова она училась, а она с красным дипломом закончила. И вот он помог сделать это. Да будет благословен у Бога. Вот ответ короткий. Ответ. Вы точно знаете. Вы точно знаете, на что они собирают деньги. Быть может, они на них будут издавать противоправославную литературу, и вы будете усиливать их позиции. Не давать им ни гроша. Но если идет сборное издание Библии, Новых Заветов, и вы им доверяете, что они не обманут, а они в этом вопросе безобманные, то поучаствуйте. Но у нас сейчас свои издания, истинно православные. В их изданиях принимают участие миллиардеры Запада. А кто в наших? Кто в наших? Ну тут такой ответ коротенький просто, потому что и такой вопрос. Еще что-нибудь тут глянь. Святой Иоанн Златоуст. Вопрос 864, второй том. Святой Иоанн Златоуст говорит, оставив неуместную пытливость, подавайте милость у не всем нуждающимся. Смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только на нужду, хотя бы он был ничтожен, низок и презрен. Ясно, что здесь говорится не о христианах, кому нужно подавать, а о каких-то опустившихся людях, вероятно, и о пьяницах. Так всем подавать милостыню или нет? Это мне в университетах подавали. Я в пяти университетах вел занятия. По радио, в воинских частях, в отделах милиции, во всех. Вот смотрите, какой ответ. Пространный ответ можете прочитать в нашей книге к истинному православию в главе о милостыне. Конкретно по указанным местам Златоуста, взятым, очевидно, из вышеуказанной книги. Внимательно прочтите и подчеркните слова нуждающиеся в помощи, нуждающиеся. Переносим это на попрошайки опустившихся людей возле храмов. В чем они нуждаются? А похмелиться. И нуждою это никто не может назвать. Ясно, что речь идет о голодных, не имеющих на что взять хлеба, внезапно попавших в трудное положение, не имеющих работы. Подавать пьяницам преступно и грешно. И об этом священники должны говорить постоянно, не развращая подачками и попрошая их. Второе послание апостола Петра, первая глава, пятый стих. То вы, прилагая ко всему все старание, покажите верить в вашей добродетель. Добродетель и рассудительность. Вот, видите здесь. Вот я показал, что у нас есть. Здесь 12 томов Златоуста начитано аудио, 12 томов Жития святых, 5 томов Добротолюбия, 4 книги Григория Диченко, священника. Ну, кто знает, где еще есть, скажите. Я говорю, что нет нигде этого. То есть у нас очень и очень богат. И тут помещены видео, аудио моих 1300 проповедей. Шлепнулось, упало все же. Кошонка лазит. Вот, теперь мы возвращаемся к тому, а с чего начали. Что мне записали? Это вчерашний, ну, как, за сутки. Вики Олсен, США, пишет, чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я убеждаюсь в том, что в целом у них есть одна цель. Стать самым богатым покойником на кладбище. Здорово. Больше ничего нет. Человек не православный. А масти-то какие у него чувства, светлые. И он все знает, и не подыскивается ничего. Подыскиваются только православные, их называют зомби, я говорю, манкурты, которые батюшка благословит, батюшка благословит, куда угодно пойдут. Приговоренные к вечной смерти. Совершенно мозгов нету. Ткнули Андрея Кураева, заедают поедом. Ткнули на Чаплина. Сейчас Чаплина будет грызть. А где вы раньше были? Вот раньше, когда в Фаворе, то есть в великом уважении, там везде почетный был Андрей Кураев, в моих книгах он упоминается 120 раз. И Андрей говорит, Игнатий меня по всем кочкам протащил. 120 раз. И положительно почти ни разу. То есть я разбирал его положение. Но он самую высокую оценку дал моему труду. Миссионером самым великим назвал современности. Это чего-то стоит сам Андрей. При том, что говорил. Я там, ну не, как об этом, Кирилле Сахару и говорил. А он самые возвышенные дает отзывы. Дальше. Михаил Батугин. Игнатий Тихонович, мир вам. Дайте три ролика для начала. Попробую поставить метки. Новая страница. Вопросы, пожелания, события дня. Очень интересная и главное оперативная. Посмотрел все выпуски и прочаплено. Спаси Христос. Хочу сказать, что все-таки это 19 день мы уже делаем. И отрицательного, что эту тему в начале пока ни одного не было. Только самое положительное. Мы даже не ожидали. Незнакомые люди сами толкнули на эту тему. И она выходит у нас на первое место почти. Чтобы заходили на наш форум. Вот я к чему это говорю. Форум наш. Где наш форум-то? Ну вот он где форум. Вот легко понять. Вот он наш форум. Православный форум. Сами ставьте. Зарегистрируйтесь. Просто зарядите. Если не знаете ничего. Форум Игнатия Лапкина. Или вопросы Игнатия. Два слова зарядите. И вам сразу выкинуть на наш форум. А дальше с главной страницы. Вот здесь написано главная страница. Ну на нее заходите. Вот этот вот второй день. Или я не могу никак к нему. Было так хорошо. Сейчас затруднение. Что-то я недопонимаю. Или чего-то где-то. Вот. Дальше читаем. Я ему сказал Михаилу. Бери любой, но меня уведоми. Тебе какая тема нравится, по той и работает. По собраниям, по занятиям, по выступлениям, по беседам в скайпу. Тем более сейчас такие темы. Владимир Галендухин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Благодарю Бога за то, что дал мне возможность встретить на своем жизненном пути ревностного, бескомпромиссного вопроса христианского вероучения подвижника. Живое присутствие у вас в Потеряевке и лагере Стани укрепило меня телесно и духовно. Я увидел уникальный пример воспитания детей в истине. Чего долго искал. Сейчас на своих занятиях я активно использую ваш драгоценный и живой опыт проповеди и бесед. Мои ученики это дети в возрасте от 5 лет и до 17 лет. Благодарю вас за все. Спаси Христос. Поклон братьям Володе и Никите. Ну я основатель детского православного лагеря. Первого в Советском Союзе. Ему 44 года уже. Я бессменный начальник. Потому что это мое детище. Тысячи детей отдохнули. Лагерь необычный, что с детьми могут быть знакомые нам родители, бабы, деды. Которых мы знаем, конечно. Без помощи государства. Все нужно было. И сохранность детей. Ни одного повреждения детям не было. Ни отравления. Ни потери. 44 года нас Господь хранит. Дальше. Матфея 23.13. А, вот попросили на это дело посмотреть. Потом будет понятно. Прочитаем. Что означает? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком. Ибо сами не входите и захотящих войти не допускаете. Слух фарисеи и лицемеры, книжники, это церковники. Нужно переносить события на сегодняшний день. Кто сегодня? А это вот то, что крутится в алтарях, приходят, которые там в семинарии учатся. Это все главные лицемеры в стране. Главные. Которые лицемерием заразили все. Перед вышестоящим лебезят, прям на четвереньках ходят, зализывают в самые опасные места у людей. Но где нужно, кто ниже, того будут преследовать. Лицемеры. И Господь сказал, что они знают, все-таки Евангелие у них в руках есть, а людям затворяют. Ложие толкование дают и направляют в ложную сторону. Толкование. Толкование блаженного фефилакта. Вы, говорит Господь фарисеям, не только сами не веруете и ведете жизнь разращенную, но и других учить не веровать мне. Учите. Учите не веровать мне. И своей жизнью примером разращать и народу. Не относятся, это сегодня непонятно ли что. Весь эпирь наполнен мерзостями, которые творят священнослужители. Вся тюрьма прихожаней. Здесь 3700 в Барнольдской тюрьме. Я иду, ну, 95% крещеная. По шесть ходок идут. За убийство, за все. Поп придет, ни одной пяти имени нету, и в один день прищищает всех. Такого безумия, даже в самой страшной где-то секте, изуверстка нету, что сегодня в православии Московского Патриархата. Развращение главное идет оттуда. Я говорю на практике, показываю это, а не то, что там я злюсь или что-то. Но нельзя этого делать. Я 17 лет работал в тюрьме. Не как они. Я днями там проводил, по рации выступаю. Разношу Евангелие. Они приходят с пустыми руками. За 17 лет я не смог подготовить ни одного к крещению. Ни одного. Подход разный. Любого. Любого гомосексуалиста. Почему? Он может такой же, как тот, кто пришел. Да приходит еще не трезвый. А мне спрашивает руководство. А я в тюрьме веду занятия, вел со всеми персоналом. Каждую неделю, один раз, собираются все сотрудники. По всем отделам милиции. А тот куда бы ни пришел, кропило, покропил, всех крестил. Это даже сверх супер безумие. Еще кого-то определяют, кто годен для Бога, не годен. Ибо народ привык подражать властям. Особенно, если видит в них наклонность козлу. Посему всякий дурной учитель и начальник приобретает в себе горе. Препятствуя своей жизнью, другие приспевать в добре. Это в первую очередь касается, повторяю, православных. 14 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что поедаете домы вдов, и лицемерно долго молитесь. Зато примете тем большее осуждение. Ну как не православных. Такие моления длинные были. Первое, литургии-то какие составы. Никто не понимает. Отстоял службу. Отстоял службу. Столбом. Для того, чтобы понимать службу, нужно кончать 4 года где-то в семинаре учиться. Народ-то ничего не знает. Тьма непрорубная. Вот теперь это готовый материал. А люди жаждут Бога. Просто ищут Бога. Карев Александр Васильевич у баптистов писал об этом. Более благоприятной среды для уверования, чем в православии не было. Люди на острова ехали, в дупле жили, на болоте, что угодно. И вдруг евангельская проповедь Пашкова, Родстока, поволокнул народ туда. Все. Вот откуда секты питаются. Главную подпитку сектантам дают вот эти сегодняшние лицемеры в рясах. Патриаршие служители. Это главное, которое все секты основали своим бездействием. Плакование. Господь называет фарисеев лицемерами за то, что они дают благочестивые обещания и ни одного не исполняют достойным образом. Но лицемерно совершая молитву продолжительно съедает имущество вдовицы. То есть везде все купи, 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 все за деньги. Это симония сто процентов захватила все. Ну убери торговлю из храма, ты службы-то никакой не будет. Все остановилось. Уберите, совершенно закройте. Нет ничего. А у нас нет, мы с тарелкой у нас никто не ходит. Десятину святую погубили, похерили ее, а теперь не знают, что делать. Они в самом деле были обманщики, которые издевались над простыми людьми и обирали их. Под видом доброго дела молитвы делают зло. То есть съедают имущество вдовицы. Ибо тот, кто под видом добра делает зло, достоин большего осуждения. Вчера выставили материал Андрея Кураева, какие поборы делают епископы. Это все от патриарха идет. У патриарха, говорит, нулевой рейтинг сегодня. Его ни один священник не поддержит. Задавили налогами. Задавили этими поборами, которые нужны. Ну и не буду говорить. Откройте просто Андрею Кураеву. Это не мое. Это действительно так. Священник начинает что-то продавать из имущества, чтобы... А я тебя уберу, чтобы заплатить. Налоги, поборы. И меня один священник из России спрашивает. Отец Иоанн Суворов. И говорит. Ну а вы знаете хоть одного епископа, который не делал бы поборы? Вот и приехал патриарх здесь. С ним такая свита. Такие расходы. Мы, говорит, два года не можем после этого рассчитаться. Еще и в долг берем, и в кредит деньги. И все строить. Храмы, храмы, храмы нужны. Я говорю, знаю такое вы епископа. Да вы что? Это в России у нас, да? А кто такой? Курочкин. Евтихий. Домодедовским был у патриарха Кирилла. Переходной период. Он у нас был 13 лет. У него носков даже нету. Вот как. Один. Кроет. Никого нету, денег нету. Кроет крышу, спустится вниз с колокольни. Прицепит железу. Лис залезет, обратно веревка поднимает. Вот знаете, он живой еще. В Ишиме. Богоявленский собор. Это единственный. Больше я не знаю. Который прямо говорит. Крещенское купание. Это изыщество. Это из Булгакова берет. Категорически против-то. Пока он живой, то обратитесь к нему. Спросите, задайте ему вопросы. И дальше. 15 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его с сыном Гиеном, вдвое худшим вас. Вот и работа вся. Это речь-то идет к кому. Фарисеи, конечно, по тем временам, люди были не рядовые. Это не пастухи, не домохозяйки. А то те, которые сегодня... Где? Ну, самое лицемерное-то кто? Это лицемерие. 10 из 10 игр, 6 лицемерие. Может быть, 9 только в православии находятся. Все лицемерно делается. На показ. Раз вот эти придумали шлейфы за патриархом, за епископом, как у королевы английского. Нужно это 5 метров материи тащить-то? Как Павлин, говорит, хвост распустил. Зачем это нужно? Да выйди к народу, да скажи проповедь. Я одному епископу сказал, вы к нам приедете. Но не одевайтесь в ризу. Постойте с народом в своем подряснике. Ну, подрясник вам уже прирост к телу-то. Я когда был в Нью-Йорке, за столом обедали митрополит Виталий, там, этот сегодня Иларион, который там. И все время меня давили и давили, что ну согласитесь быть священником. Я стал рассказывать. И кое-как убедил их, что мне это не надо. И тогда митрополит Виталий Устинов говорит, действительно, кое-где вам будет закрыт вход. Я боюсь надевать подрясник, я щтец, я его отдал Виктору Андреевичу. Дальше, как толкует? Толкование. Вы развращаете, говорит он, не только иудеев, но и людей, обращающихся и от идолопоклонства к иудейской вере, в скобках. Их-то и называют пришельцами. Вы стараетесь кого-нибудь обратить к иудейской жизни и обрезанию. А когда он делается иудеем, то гибнет, развращаясь от вашего нечестия. Сын же Гиены тот, кто совершает дела, за которые он достоин сожжения в Гиене. Ну, это толковать даже не надо. Это ни к кому так не относится, как к православным, и к католикам, конечно, те, которые это делают. Шестнадцатый стих. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклоняется храмам, поклянется храмам, то ничего. А если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные слепые. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Нельзя называть безумным то-другое, но Господь назвал. Поэтому слова его говорят, безумные слепые. Это кто? Церковные руководители. Храм, освящающий золото. Храм. А храм это тело, наше тело. Суть храма живого Бога. А что такое жертвенник? Это сердце в человеке. Перемените на это все. И вы увидите, что у вас ничего нету божественного в этом плане. А только одно, что была иерархия, церковная структура. Ради нее Сергий Строгородский согласился полностью принять безбожные условия. Ваши радости, наши радости. На это надо. Но отгребитесь вы от этого хоть раз. Я повторяю. Почему Папа Римский покаялся? Загонения на евреев у русских этого не было. Склоните голову перед Богом. Выгнали их. Бей жидов, спасай Россию. Да это не итальянцы придумали, это русская наработка-то. Черная сотня. Кого громили в Одессе и в других местах? Да стар Николай бы вызвал, сказал еще одного еврея. Троните. На весельце бите висеть. Все закончилось бы. Почему он не сказал это? И пришлось идти в подвал Ипатийского дома. Со всем семейством своим. Почему? Сегодня мы можем эти вопросы задавать. Время прошло и показало. Надо было это сделать. Попросить прощения, что не учили народ. Создали благоприятную почву для революции. Ничего этого не было. Сотрудничество с коммунистом покаяния не принесли. Все делали, что коммунисты скажут. Да и саму патриархию кто организовал? Берия Сталина. Сталин с сентября 1943 года. Ну встаньте один раз перед народом, скажите-то. А они вокруг меня крутятся все время. Я ничего этого не делал. У меня этого нету совсем. Не выискивайте. Нет ничего. Толкование. Они не учили тому, чему должно учить. И предпочитая менее важное, ставили на втором месте то, что более достойно почитания. Так они предпочитали самому храму злато церковное. Херувимов и золотую стамну. Сосуд. В следствии этого они многим внушали, что ничего не значит поклясться храмом. Но нужно клясться златом церковным, который между тем от того и до сочтима, что принадлежит храму. Не, не, ну таинства сегодня нет неизвращенного церкви. Все таинства извращены. Начиная с крещения, с покаяния и так далее. Венчают при живых женах, мужьях. Хоть сколько венчают там. Четвертого брака нет. Да у него уже 44-й. А обман один идет. Сплошной обман как покаяние. Покаяние. Дальше. И дары, положенные на жертвенник, по словам фарисеев, были досточтимы из самого жертвенника. От всего по учению фарисеев, тот, кто клялся золотым сосудом или валом или овцою, назначенными для жертвы, а потом нарушал клятву, тот присуждался представить в храм то, чем он клялся. Дары они предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой от жертв. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, то, как он не мог ничего создать подобного храму, разрешался от клятвы. По всему клятва храмом остановилась незначительная по причине любостяжения фарисейского. И сегодня все, что в церкви делается, только корысь и трусость. Запомните хорошо. Сегодня заклеймены все, от самого верха до низа. И всегда это было. Корысь и трусость, трусость и корысь. И вот свое имя, кто не ставит здесь, я больше ставить, наверное, не буду. Ставьте свое имя, фамилию, фотографию. Это надо народ так запугать, чтобы по сегодняшнему такое время свободное. И ники, аватары придумали. Это все выдумка сатаны. Святые запрещают подмену слов делать. Имени свое вы боитесь, а с кем разговаривают-то? Шуршит таракан какой-то. Никаких аватаров, чтобы не было. Те, которые заходят, там где-то делайте. Вы уже не можете из этого выйти. В Ветхом Завете Христос не позволяет считать дар боли алтаря. А у нас алтарь святится от даров. Ибо по божественной благодати хлебы прилагаются в самое тело Господне. Потому и освящается ими жертвенник. В Ветхом же Завете мясо и кровь животных возлагалась на жертвенник. И освящение их зависело от жертвенника. Вот дальше пишут. Александр Андрусенко. Мир вам, Игнатий Тихонович. Что написано по-арабски? Не понимаю. Это я им дал. Дальше я отвечаю. Вот дубы ли по-русски. Это мое письмо туда-туда. Послушай. Озвучили голосом и письмо по-арабски. Письмо руководству ИГИЛ от христианина православного Лапкина Игнатия. Ну тут я... Вот как? Об ИГИЛе? И мои поездки к ним 9 декабря. Вот это... Посмотрите где. Зарядите. Там по-арабски голос говорит. То, что я стою разговариваю, в это время арабский голос. А мой голос почти не слышно. Вот как-то сделали же это. Александр Андрусенко. А есть ли какие ответы? Ответ. Окончательных, чтобы собираться туда, таких нет. То есть поехал, чтобы я в Сирию. Попал бы этим... Ну, ИГИЛовцам. С ними хотя бы год пробыть. Я написал об этом Путину письмо. И просил патриархи Кирилла походотайствовать. Чтобы мне открыли дверь. Это договориться надо с турецким. Там с кем, я не знаю, какие... Чтобы пропустили-то. Пройти в Сирию. И чтобы там заранее договориться. Ну, те, которые воюют. Там ИГИЛовцы-то. Боевики они их. Кто они есть? Дальше. Все в Божьей руке. Ответ Божий может быть абсолютно не совпадающий с обычным, привычным. И могу это подтвердить при озвучивании ежедневных ответов завтра. Псалом 24, стих 2. Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мной враги мои. Римлянам 5, 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. Андрюсенко. Да, что Богу угодно, то и будет. Ну, а дальше, вот сейчас за разбор будет. Ну, тут понятно, о чем было, я письма даю, с чем занят был день. Давай. Маша Баранова. Юрий, мне все равно, что там творят в РПЦ, это их грех. Желание Игнатия Тихоновича мне нравится, но реализовать их в нашем современном мире нереально. Нереально. Теперь, она говорит, нереально. Ну, что именно? Кто понесет в храм десятину в Москве при зарплате 80-100 тысяч рублей? Ну, вот она спрашивает, кто понесет при такой зарплате. Да зачем спрашивать, кто, если верующий понесет, неверующий не понесет. Вот Маша ответ. Я не знаю, кто она, но я вижу, что она писания совсем не знает. Дальше. Кто будет ходить на работу с бородой в рубахе, подпоясанной ремнем, в бизнес-центр Москва-Сити? Ну, хорошо. Там тебя не примет. Найди другую работу. Почему мусульманки ходят в форме везде? Вот вам пример. Их не принимают в Москве, она довольная такая, выходит оттуда. Меня опять не приняли. Свидетели Егова называются, еретики ходят по домам. Кто такие? Ну, вот такие. Они гонят его. Так, а мы им сказали слово Егова, они его слышали, идут и радуются. Ну, радуйтесь это. Ты не можешь, значит. Тебе это не дано. Ты не прописана. Там, где должны быть прописаны верующие. Дальше. Как крестить взрослого зимой в полное погружение в центре Москвы? Зимой. Не надо зимой крестить. Подготовительный срок от трех до пяти лет. Вот у нас крестят с 7 июля каждый год. Или после 7 в первое воскресенье, если 7 попадает там в следующий день за 7. Зимой в полное погружение в центре Москвы. Зачем в центре Москвы? Вы пойдите там около храма Христа Спасителя, метров 200, Берсеневка. Отец Игумен Кирилл Сахаров. И он вам все расскажет. В Москве, в московской патриархату относятся храм этот. И он служит все по-старообрядчески, до Никоновски. Вот образец. Он кандидат там и член Союза писателей России и прочее. Нужно реально смотреть на мир, а не через розовые очки. Значит, на мир смотреть. Не в Библию смотреть, не слушать, что Дух Божий говорит. На мир смотреть и под него подделывать. Ну, какое-то верюще. Маша, попроси у Бога рождения свыше. Вот что могу сказать. Все это можно реализовать в глубинках. Мой совет каналу. Освещайте современные события во свете Библии. И желательно не тупо искать поисковиком по словам в Библии. И выдавать десяток непонятных абзацев. Видишь, непонятно. А конкретно объяснить на одном примере одно событие. Вот Стеняев это отлично делает. Ну, молодец, что Стеняев так делает. Но вот эти вопросы, которые вы задаете, задавайте ему. Раз, если вам нет. По поисковику. Я без поисковика нахожу. Как-то тут собрались некоторые. Ну, давайте, говорит, попробуем. Открыли симфонии. Ну, и навскидку там места разные. Писания, пророчества. Кто быстрее это? Ну, и мест 10 назначили. Сейчас предложение и найти. Пока они искали, я им найду, все назвал. Я без поисковика, Маша, найду. Я 53 года держу Библию в руках. И при том раскрытой, двумя руками. Раскрытая книга. Дальше. Остеняев приезжал. В Потеряевке был у нас здесь. Я его знаю. Из тех, которые сегодня в Патриархии проповедуют, он лучше всех говорит. Почему? Он ссылается на Библию. На Библию. Да благословит его Господь. И ответ. Пророк Малахия 3.8. Вот я Маше отвечаю. Надо платить десятину или нет. Слушайте. Малахия 3.8. Можно ли человеку обкрадывать Бога? То есть обкрадывать. То есть ты воровка, Маша, если не платишь десятину. А вы обкрадывайте меня. Скажите. Скажите. Чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Десятиной. Она человеку не принадлежит. Если принадлежит, я могу дать, не дать. Она нам не принадлежит. Ты заработал 90 тысяч. Господь приложил еще десятку, сто. И сказал, чтобы своей рукой отдал. Тебе совершенно они не принадлежат. А иначе как ты обкрадываешь? Ты у Бога не брал. Ты брал. Это десятина не твоя. Теперь посчитай, сколько ты наворовала. Любой. Так а что делать? Подсчитать и заплатить. А кому? Ну, ты сам найди, кому заплатить. Священнику, в первую очередь, исповедуешься, причащаешься. Дальше. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Так это не один, весь народ проклятый в России. Проклятием проклятый. Священники подвели к этому, что весь народ, благословите. Бог говорит, проклинаю, отойди проклятый. Заплати сначала десятину. Чтобы быть благословенным, нужно знать, что входит в это. Первое. Никогда не проклинай детей Авраама, евреев. Никогда. Проклинающий их проклят будет. И последнее, Малахия говорит, вот третья глава. Платите десятину. А Тавита книга, 1.8, говорит, три десятины платил. Это Бог делает так. Дальше. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я могу опять же сослаться на свою жизнь. Ну это понятно. На кого не скажи, а это так не было. Я с первого дня, как услышал, решил платить девять десятин. Девять. Из ста рублей девяносто отдавать на дело Божие. И такого благословения, как у меня, трудно найти. Просто люди этого не знают. Вот меня КГБ ограбило. Книг нету. Интересные, хорошие книги. Теперь я молюсь в храме стою. У нас принято не оборачиваться стоять. И вдруг кто-то мне в руку что-то дает. Я рукой гляжу, что-то пакет взял. Взял, домолился. Кто не вижу, не знаю. Выхожу из храма. Дома разворачиваю книги, которые мне нужны. Которые были изъяты. Но другие книги новые. С какого города, ничего не знаю по сей день. Мне нужны деньги. Мы молимся. Ночью звонок. Идите на Вестер-Рейон, получите. Православные присылают деньги. И откуда? Сакраменто. 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 То есть на каждом шагу, где бы что ни было, благословение, благословение. Почему? Потому что я решил эти благословения иметь от Бога. И благодарю Бога. И жизнь моя закончилась на этом. А фарисеям нельзя говорить. Почему? Они говорят и не делают. Что говорят, то делайте. А сегодня, что говорят, делать нельзя. Все извращенно говорят. Он говорит и ничего не знает. Дальше. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих. Говорит Господь Савов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную. Говорит Господь Савов. У нас проклято. И проклятием проклято. Как бы двойное проклятие Бог говорит. Кому? Кто не платит десятину. А кто подвел под это проклятие? Священники. Им нужен бизнес церковный. Это Андрей Курай все сейчас осветил и показал. Там страшно читать. Я вчера почитал. Это ужас один. Прислали физические требования. Какие требования к священнику? Мне вчера материал скинули. Возраст, зрелость ума, твердость убеждений, жизненный опыт. Все это предполагает достижение определенного возраста. Древние канонические нормы устанавливают такие возрастные рамки. Древние. Какие древние? Вселенский собор шестой. 14-15 правила. Древние. А вот правила конкретно. А второй говорит, это сказали трубы Духа Святого. Вот теперь решаем, что сегодня делается в храмах патриархийных. Диакон от 25 лет, священник от 30 лет, епископ от 50 или в скобках 35 лет. Это про епископа нету там. А вот это все есть. Епископа откуда они взяли? На епископа не указано. То есть священник 30-летний в этот же день, на следующий день можно епископом ставить. Дальше. Согласно действующему уставу РПЦ, в русской православной церкви патриархата Кириллу, который подчиняется. Возраст поставления устанавливается следующим образом. То есть все то отбросили, то есть антиканонично все делается. И вы что? Водиакон и Пресвитера с 18 лет. То есть там 25 диакон, священник с 30, они вместе свели с 18. Это кто позволил, где? Правила обычно не объясняют. А тут написано правило 6-го Вселенского собора, 15, что Христос не раньше 30 лет выше, а то выше Христа. То есть вот оно, безумие где. А воепископа с 30 лет, воепископа вообще нет. А то они решили РПЦ. Но РПЦ-то это не Вселенский собор. Ну тут так понятно, что хватили через край. Дальше. Воепископа с 30 лет. Дальше. А патриарх Кирилл до 30 лет воепископа рукоположил. Даже здесь-то и то не мог дождаться-то. Ну не я же это делаю-то. Дальше. Юрий Соболев. Вот как раз-то пик журнал Дьякон Кураев. Тут, наверное, не отобразится. Зарядите это. Как вы, Игнатий Тихонович, в кавычки, не вмещаете понимание реальности греха садамии в клире. Я равно не могу поверить, что неужели это так? Неужели в церкви такие поборы? Это все продолжение предыдущего поста отца Андрея. Вот что вырисовывается. Наш президент Владимир Владимирович редкостноумный человек. В скобках мое личное мнение. Кто бы что ни говорил. Вот я точно согласен с этим. Точно. Как бы ни что ни говорили, я согласен полностью с Юрием. Он настоящий лидер. Плюс компетентное информирование его консультантов в Федеральную службу безопасности. Я с первого дня говорил, у Путина очень хорошие советники. Сильные. Ну что бы ни говорили, там еврейские какие-то. Вот он ввязался в сирийский конфликт. Это то будет евреи, что и мы тоже заявили, сшибать будем. Это все хитрость. Штучки еврейские, как Никита Михалков говорит. Еврейские штучки. Евреям это как раз и есть. Это враги рядом. Их громят сейчас там. Ну я просто по обстановке вижу это. Им это на руку. Но они не показывают, чтобы те не подумали, что мы за то, чтобы бомбили вас. Хоть как-то маленько ослабить-то. Ну тут все наяву. И если высказанная мысль Чаплина и Кураева подтвердится, в скобках, тут по поговорке, дыма без огня не бывает. То есть сей план начнет реализовываться. Патриарху можно уже сейчас начинать слагать свои полномочия. Он проиграет по всем фронтам. Противопоставить нечего. Нечего. То есть показано, что за патриарха практически ни один человек не проголосует. За побор, за страшную вот это симония, все что делается. От Андрея Курай все выстоял. Коля Николай. Было трудно произносить некоторые слова. А сейчас учу данные молитвы на церковно-славянском. Мне даже это интересно. Стало знать их так самому. Благодарю за ответ. Игнатий Тихонович. А удобно будет отправить мне две книги, такие как «Открытым оком», том 18, «Разбор Корана» и «К истинному православию». Ну я втрясял. Мне удобно. Неудобно. Это когда больше, там легче. Людей посылать только по этому на почту. Отдельно двоих посылаю. Я сам-то недвижимый. И за это никто. Работают двое по отправке книг и ни копейки за это не получают. Александр Марьясов. Игнатий Тихонович, помолитесь о болящей девочке Софии. Ей семь лет. Это моя подопечная. Спасти Христос. Да. А дальше он пишет. Поставил то-то. Так. Игнатий Тихонович, этот человек хочет вернуться в священники. А как это рассмотреть в свете священного писания? Есть ли противоречие в этом? Есть ли противоречие в этом? Или это устройство удобной и комфортной старости? Спаси Христос. Это говорит о ком? О похлобыстине Иване. Вот новый фильм поставили там Ирей. Покаяние самурая. Ну я ему отвечаю на это. А кто он такой? Кривляк и опустошенный. Вот так. Вот вся характеристика этому артисту-священнику. Бритому. Александр Мариасов. Ответ понял. Дальше пишет один. Христов раб Божий. Заметьте. Если Христов, то он и раб. Но фамилии, имя нет. Я его беру один раз. Только больше он у меня не будет здесь. Вот что он пишет. Мир вам. То, что вы благовествовали всю свою сознательную жизнь века сего. И вот века сего для чего он добавил? Жизнь века сего. Ну и в будущем, в прошлом я не был. То есть, ну не знаете, что сказать. Дальше. Есть дело душеспасительное и угодное Господу Богу. Дальше. То, что осуждаете подстригающихся в ангельский образ, есть дело душегубительное. Ибо хотите человека угоднического, а не Божие. Я как хотите дружбы с миром, а дружбу с которой монах отрекается. Заметьте о чем. Он говорит за монашество. В первую очередь я не осуждаю, а говорю то, что делается. Привожу факты. Факты говорю. Дальше. Подстригающихся в ангельский образ. Какой ангельский? Как выступает профессор и говорит. Вот у нас еще есть люди, вот это семинаристы, которые сохранили человеческий образ. А остальные уже... Вот ангельский образ. Какой он ангельский-то? Что делается-то? И дальше что он говорит? Значит, если я осуждаю, а я не осуждаю, дальше он уже вывод делает. Дело душегубительное. Хотите человека угоднического? Какого человека угоднического? Где он взял? Я хочу это. То есть обвинение ложное. Ничем не подтверждается. Я человек угоднического? Этим я и отличаюсь, что ни одному человеку не угождал в жизни. Поэтому у меня так много врагов. Но друзей все равно больше. Дальше. Хотите дружбы с миром? А дружба с которым монах отрекается? О, да дай бог. Монах отрекается. Да он отрехся дружбой с миром в крещении. Даже крещения не было. Придумали принятие пострига. Это второе крещение. Бредня старой старухи, выжившей из ума. Дальше. Все святое предание. Почему все святое, большое предание? Ну дальше. И же во святом духе. Предание? Все во святом духе никогда не было. Это выдумка. Дальше. Стало быть и все таинства церкви. О, куда уже дальше пошло. И литургика составлены святыми, соблюдавшими монашеские обеты. Ничего ни одного слова, правда, нет. Соблюдавшими, не соблюдавшими. Это только приоткрывается. Канонизировали в православной церкви. Сейчас 32 человека, как говорят. А когда разобрались, кого канонизировали? Это уже имена в их честь назывались. Церкви. Церкви ставили. Все смели, как будто никогда не было. Дальше. Мученики Христа ради. Преподобные. В большинстве своем не оставили плотяного потомства. Но именно они дали церкви и житие святых. Ну они дали. Да потому что монахи писали, никого больше не видели. Их такая заносила. А есть ли кто подобный мне? Даже Антоний Великий. И вдруг Господь ему ответил. Говорит, в соседнем селе пойди там. Второй дом от края зайди. И там живут за родными братьями незнакомые две. На общей кухне толкутся уже 10 лет. А сказали, что вы выше меня. Да какие выше? Мы сегодня только с мужьями переспали. Вот все. Это не один раз. И Ефрему Сирину было так же. Тоже. Ах, есть ли такой, как я? Это не гордыня, не прелесть, ничего. Почему? Это наше, потому что. Есть ли такие, как я? Господь говорит, есть. Иди, он тебе встретится. И он идет, и первый идет. Кто? Блудница с ночной вахты. Остановился. Смотрит. Вот это да. Дальше-то идти некуда. Да. А что она может меня научить? А что ты на меня так смотришь, на блудницу? Я взятый из ребра, я на тебя и смотрю. А ты взятый из земли, смотри в землю, не на меня. Все. Развернулся наш Ефрем и домой. Вот теперь склеивай книги там воском. Ответ-то какой был-то? Мужчина куда должен смотреть? А женщина ей положено. Она на свое время. Ну, женщина, говорит, взята из ребра. Говорит, это единственное хвост, в которое мозга нет вообще. Дальше. Последним вы клеймите их же монашеские обеты. Значит, не как-то, а клеймите монашеские. Их не должно было быть. Обеты клеймите. Зачем мне клеймить? Я говорю, вы запечатались за стенами, не пошли на проповедь. Вот о чем я говорю. А зачем мне ваши обеты? Касался бы их. Там отрекаетесь, наворачиваете, проклинаете, а потом выходите, говорится, замуж, да женятся. Монахи, подожили детей-то сколько. Сегодня, если скажете, епископ не женатый, не гомостексуалист, это уже очень хорошо. Это Зоя Крахмальникова пишет, не я. От преподобного Серафима Саровского до святителя Иоанна Златоустого. От святителя Феофана Затворника до святителя Игнатия Брянчанинова. От преподобного Антония Великого до преподобного Сергия Радовича. Ну что он сказал? А их 1173. Я насчитывал жития. Насчитаны. Они стоят на нашем сайте. Так что, не знаю тебе ни имени, ни отчества твоего. Кто ты такой? Раб, да еще Божий, да Христов. Дальше. Кто отвергает житие преподобных отцов? Отцов с большой буквы. Да отец с большой буквы только один. Ну не переусердствуйте. Отвергает святой дух. Теперь, кто отвергает житие? Кто? Не нашел. Я насчитываю, распространяю, симфонию. Как я могу отвергать-то? Отвергать. Но я показываю, что по Библии нет. Я все с Библией сравниваю. Значит, теперь отвергают что? Святой дух. И церковь. И церковь. И в чем? Ибо дело церкви есть дела Духа Святого. Да и монахи-то это не церковь. Господь сказал, приедет царствие мое, а царство монахов и попов строится. Это не я говорю. Григорий Петров. В письме Антонию Храповицкому. И дальше. Молитвами святых отец наших, Господи и Иисусе Христе Божьем наш, помилуй нас. И все, отец с большой буквы, но не знает ли еще. Так. Из внешнего. Россия ринулась в дом терпимости под именем экуминизма и глобализма. Там ее и обвенчают, в кавычках, с дядей Антихристом, восседающим в третьем храме в Иерусалиме, с шестиконечной звездой во лбу, из колена Данова. И теперь масоны всех примеряют, подводя к единому мышлению единой религии, устраняют слово сектант, понятие ересь и даже преследуют за эти слова церковь и людей, мыслящих по Писанию. Во всех словарях в словах сектант, еретик было, есть и будет. Основатель пятидесятнического движения в Германии, Пауль, перед смертью сказал своим родным. Пятьдесятник. Сектант. Я был на вокзале Вечности, и дверь для меня была закрыта. И мне сказано было, ты испил чашу яда древнего змея. Вот кто, с сектантом будет сказано. А одному сотруднику Пауль сказал, я поцеловал змея. Веб-боне, игра с огнем, издательство... Вот, пожалуйста, страница пятьдесят девятая. Дальше. Какая трагедия? Человек, желавший духовного пробуждения в стране, несмотря на свою ревность, был все-таки обманут сатаной. Теперь. Словарь Ожегова. И шведова. И шведова. Что такое секта? Секта, первое. Религиозное, женский род, религиозное течение, община, отделившееся от какого-то вероучения и ему противостоящее. Вот. Отделившееся. Отделившееся. Вот они к нам лепят это слово секту. Мы ни от чего не отделялись. Еще раз берите, кто. Католики от православных в 1054 году отделились, или православные от католиков по сей день не решились. Кто от того делился-то? Дальше. Второе. Секта духоворов. Духоборов. Переносное слово. Переносное. Группа лиц, замкнувшихся в своих мелких узких интересах. По книжному неодобрительно. 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 К нам никак не относятся. У нас не столько не узкого. Такого сайта нету. Такого форума. Ютуба вы просто в Ютубе не найдете. Это около 4000 видеороликов. Отовсюду люди к нам едут. Из-за границы. То есть не замкнувшиеся. Выступаем в университетах, по радио, по телевидению, книге. Ну то есть никак. Секта и все. И он тогда облизнулся, поп стоит и все. И вон тот сектант, а я нет. Да ты вы. Самая большая секта сегодня во всем интернете пишет. Московская патриархия. И не как-то сатанинская секта. Остановитесь. На патриарха 90 с лишним процентов только не просто нейтрального, а отрицательного негатива. И что говорят? Слушать страшно. Вам не до меня будет. Вот-вот. Особенно в этом году. Сектант. Человек, поглощенный узкими интересами какой-то группы. Ну да. Сектантка женщина. Сектантство. Первое. Принадлежность к секте. Второе. Замкнутость и узость во взглядах свойственная сектанта. Да, действительно так. Сектантский. Это относящийся к секте. Толковый словарь иностранных слов. Крысина. Секта. Секта. Женский род. От латинского. Секта. Учение. Направление. Школа. Первое. Религиозная община, отколовшаяся от господствующей церкви. От учения церкви, отколовшаяся. Не просто от церкви. Дальше. Секта Малакан. Второе. Переносная группа. Ну так, дальше. Сектантство. Религиозное обозначение религиозных объединений, оппозиционных по отношению к тем или иным доминирующим религиозным направлениям. В истории формы сектантства нередко имели социальные, национально-освободительные движения. Некоторые секты приобрели черты фанатизма и экстремизма. Ряд сект прекращают существование, некоторые превращаются в церкви. Ну как они могут в церковь превратиться? Ну это атеистический словарь-то. Они как были сектантами останутся. Дальше. Известны адвентисты, баптисты, духоборы, малакани, пятидесятники, хлысты и другие. Внимательно. Секта. Это религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов и убеждений, и расходящаяся с господствующей церковью или враждебных ей. Словарь иностранных слов. Москва. 23 тысячи экземпляров. 23 тысячи экземпляров. Дальше. Секта. Секта отрицает институт священства. Священство отрицает, то есть не надо священников. Не признает деление верующих на клир и мирян. Карманы славаритеиста. 73 год. Учение о ненужности церкви в деле спасения. К нам никак не относятся. У нас мы все поминаем патриарха, и приезжает архиерей. Московского патриархата служат у нас. Совершенно никак. Но им надо загнать нас. Секта что? Ересь. Уснована на ересе. Ересь. Греческая. Особое вероучение. Отклонение догматов и организационных форм господствующей религии. Словарь иностранных слов. Учение о ненужности церкви в деле спасения. Так, это уже просчитали мы. Дальше. Карфагенский собор. От секты. Все секты относятся к числам 16 глава. Вот что их ждет. Дофана Вероной Кореи. Дальше. Карфагенский поместный собор. 318 год. Правило 77. О кротком обращении с донатистами. Даже если иритик кротко обращается, то эти прям лютует, готовы убить. То есть здесь никакого отношения. Ну нет и нет. Я сектант, я иритик. Ну и успокойтесь. Нет. Это означает, что вы боитесь и трепещете в своих укреплениях. Как Давид говорит о врагах. Подознание и исследование всего, пользе церковной, спаспешистовать могущего, помановение и вношение Духа Божия мы избрали за лучшее поступать с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно. Хотя они беспокойны своим разномыслием и весьма удаляются от единства тела Господня. Они удаляются, они их удаляют. Вы слова-то понимаете, о чем речь. Таким образом, по возможности нашей, Доса делается совершенно известным для всех по всем африканским областям, уловленных их общением и расположением, каким жалостным заблуждением они себя связали. Может быть, тогда, как мы скротостью собираем разномыслящих по слову апостола, даст им Бог покаяние в разум истинный и освободятся от дьявольской сети, был уловлены от Него в свою его волю. 2 Тимофея 2.25-26. Ну и дальше. Что есть еретик? Это правило Василия Великого. 2 Ересь предается анафеме. 2 Вселенский собор правило первое. С еретиками не молиться вместе, не ходить. Ну и дальше все. Просчитайте здесь, что есть. Потом я просто оставлю. Вот. Теперь везде слово динаминация и конфессия. Нет этих слов. Это выдумка. Ересь. Есть церковь и ересь. Динаминация, конфессия, выбрось. А то я не принадлежу никакой динаминации. Никакой конфессии. Это выдумка. И вот теперь посмотрим, что поступили. Какие у нас сведения. Ну это ухта было, кажется. Было, да. Да, теперь дальше. Вот. Дмитрий. Дмитрий Шамхалов. Город Вача. Нижегородская область. Это пришло за день. Считай. Доброго времени суток, отец Игнатий. Не устаю слушать ваши проповеди. Многое становится для меня понятным и ясным. Но также многое не могу понять. Надеюсь, что вы мне разъясните. Вопрос у меня состоит в следующем. В православной литературе не единожды встречал такое высказывание, как «Душа по природе христианка». Это высказывание Тертулиана, раннехристианского философа. Но непонятен тот факт, что если православие признает человека как состоящего из трех личностей – духа, души и тела, то почему душа, разве душа, являясь отдельной личностью, может нести вину за тело, которое уже понесло наказание в виде физической смерти? И вообще умалчивается о духе, хотя в Библии говорится, что прах уйдет в землю, из которой взят, а дух возвратится к Богу. Это из-за христианства взято. Дальше. Для чего тогда возникает вопрос? Многие говорят для наказания. Раз для наказания, то при чем тут дух? Ну, по частям надо отвечать, чтобы первое не упустить. Вот первое, что он говорит, это человек по природе христианка. Ну, какая душа? Душа, которая была в раю. Сегодня она язычница, грубая язычница. И поэтому из этого надо исходить. Поэтому ребенок, детское крещение существует. И дальше. Дух, душа и тело. Только один раз. Два раза даже в другом месте так вскользь вспоминает апостол. Человек не тройствен, а дуалистичен. У него дух есть. Или душа-то. Смотря где называется. То духом, то душа. Говорит, приступили к духам праведников. Первое коринфянство, 12-28. К духам. А теперь под жертвенником, 6-9. Откровение. Написано. Видел душу убиенных. То есть это душа и дух. Но когда три вместе, дух, душа и тело, означает человек, в каком настроении дух. Веселый дух, ревностный дух, мрачный дух, унылый дух. Настроение души. И почему должна мучиться то другое-то. Но она в этом участница, она руководила телом. Дальше. Разве душа, являясь отдельной личностью, может нести вину за тело, которое уже понесло наказание в виде физической смерти? Да это не все еще. Оно еще воскреснет. И с телом вместе будет брошено в огонь. Оно еще не понесло наказание полного. Дальше. И вообще умалчивается от духи. Хотя в Библии говорится, прах уйдет в землю, из которой взят, а дух возвратится к Богу. Да, правильно. Правильно. Дух возвратится к Богу. Или душа. Тут любое слово. В одном месте дух, в другом душа. Так есть. Слово душа имеет где-то 18 значений в Библии. Яков поехал, говорит, с ним 75 душ. Ну что это, что-то эфемерное такое сидело на седлах на душ. У меня семья, говорит, 7 душ. Душой называется полностью весь человек. И предпочтение отдается высшему. Тело смертное, а душа это выше. И так и говорят. Еще что? Для чего тогда возникает вопрос? Многие говорят, для наказания. Раз для наказания, то при чем тут дух? Если тело пострадало и душа наказана муками. Объясните, пожалуйста. Потому что этот вопрос мне давно волнует. И еще вопрос касательно данной темы. Правильно ли и справедливо ли страдать душе вечно, если душа бессмертна? А человек, ну максимум пусть даже проживет 100 лет. И из этих-то 100 годов страдать вечность. Хотя Осипов, читая лекции, процитировал кого-то из святых, говоря, Душа не вечна будет в аду, но страшен вкус пребывания в нем. Спасибо заранее за ответы. И пусть Господь хранит вас на всех ваших путях. Материя 25 глава. Когда козлов отделят от овец, говорят, Все пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Слово вечно относится к тому и другому. Если отрицают в муку вечную, значит и какие-то коррехивы надо вносить. Но святые именно так понимали. Вечно. Я тоже не понимаю, зачем вечно. Я с Осиповым согласен в рассуждениях его. Но я не могу говорить так, потому что Библия говорит слово вечно. Но когда говорится о дьяволе, брошен, будет мучиться день и ночь. Во веки веков. Но тут уже вечность нельзя по-другому толковать. Слово вечность, говорит, если он полюбил, ну и рабыню-то. А сам не уходит, а то тогда ему, говорит, ухо прокали на косяке. И все, и будет рабом вечность. Ну не вечность, он же умирает. И вечность, он там не будет. Вечность. Давай. Дальше. Максим Выгниш. О, видишь какой он, Максим. Дальше, что он пишет? А кто вы? Почему к русской православной церкви такое негативное отношение? На старообрядство не похоже, вроде. Получается, раскольники. Ну, получается и все, раскольники. Больше мы ничего не раскалывали. Проверьте себя, голова у вас в мозге не расколот, или постоянно это агитация. Что вы интересуетесь? А кто мы такие? Ну, кто мы такие? Мы православные христиане. Относились и будем до конца относиться не к московскому патриархату. Ну, вот он узнает. Теперь, что я бы скажу о себе? Смотри, читай, гляди. Мы ничего не скрываем. Дальше. Антонио М. Авелиира Игнатий, я благодарю вас за подарок видео, которое вы прислали мне в мой день рождения. Прошу принять меня в ваших молитвах, чтобы Бог может послать мне свой свет и истину. Показывай мне свой путь. Я поздравляю вас за ваше вибрационное сообщество. Пусть Бог умножит плоды вашей личности, семьи и сообщества. С уважением, ваш друг из Мексики, Антонио. Благодарю, Антонио. Храни вас Господь. Вот одеты, с бородой. Все, вот так делайте все. Смотрите вот на него, Антонио. Берите пример. Ну и кто-то еще зашел. Андрей Ростовецкий. Здравствуйте, Игнатий. С наступающим вас Рождеством Христовым. Спасибо, Христос. И в отцах же, Андрей. Очень удивился и расстроился, когда увидел в группе Антираскол информацию о вашей общине. Как вы отреагировали на то, что вас считают сектой? Да никак. А то пишут именно сектанты. Сектанты в Московском патриархате. Самые настоящие лютые волки и сектанты. Как реагируют? Все уже сказано. Молюсь о них. Это награду они готовят. Радуйтесь и все верите, когда имя ваше понесут как неугодное. Нам Бог дает абсолютную полную свободу действовать. На такой уровень поднял Бог общину и теперь дает полную свободу. Объясняет. Ведь у вас есть общение с нашей церковью. У вас служит пастырь, совершаются таинства Евхаристии. Я видел на фотографиях, что вас часто посещал духовенство и даже архиереи, если не ошибаюсь. Что же произошло? Ничего не произошло, так и осталось. Это клеветники туман напустили, а вы ничего не разобрались. Я вам еще дать не могу. Смотрите внимательно. Даже ничего не считаю. Помолитесь. Ну, Ань, ты не знал. Тебе ложная информация. А Бог-то где был? Живой связи не было. Непонятно. Я сразу начинаю молиться. И молюсь, пока Бог не ответит. И Он обязательно ответит. Это у вас связи нет с Богом. Это определенно. Насколько обоснованы обвинения вас в гуруизме и в неком сектанстве? Ну, я уже сказал там. Допустим, полностью они правы были. Ну, ты помолись, Бог-то откроет тебе. Я что скажу? Конечно, я скажу, как Бобер хотел жениться и прутиком на воде написал, а там Бобриха живет. Выходи за меня замуж. Я хороший. Ну, не буду же я вам прутиком по воде писать-то. У меня все выставлено здесь. Моя биография, мои книги. Обо мне спрашивать не надо. Я уже не нужен. За меня, говорит, работает то, что сказано. Дальше. Мне очень интересно всегда была ваша деятельность, жизнь и работа. И горько, что такие появились искушения. Да нет, ничего горького. То выплюнь это все и забыть. Наплевать да забыть русская пословица. Напрасно ты, Андрюша, так забеспокоился. Простите за то, что написал вам. С уважением, протоиерей Андрей Ростовецкий. Протоиерей? О, я даже не заметил. Ну, ничего, отче, благослови. Благослови. Дальше кто это? Роман Сергеевич Калинин. Миссионерский отдел Красноярской епархии. Ого. Это самое опасное место. Ой-ой-ой, как Шариков говорит. А ты, говорит, хуже швейцара или швейцар хуже там дворника. Игнатий Тихонович, вот об этом что скажете? Слово святителя Иоанна Златоуста, как подобать и чтите иерея. Да. И выдержка. Если иерей говорит, этот святой Златоуст, право учит, не на жизнь его смотри, но слушай учения его. И не говори, почему же он меня учит, а сам того не исполняет. По порядку. Я не об этом говорю-то, что не учат они, и учат неправильно. Вот о чем речь. Сегодня слова Златоуста здесь надо еще добавить. Сегодня не учат неправильно. А почему? Ну, святая Библия есть. Он совершенно вопреки поп учит. Ну, представьте, в церкви, говорит, это надо же придумали, что жить по Евангелию, вы подумайте, братья и сестры, что это такое. Это кто, когда жил по духу, а не по плоти? Ему говорят, так это в Библии написано. Да вы что? Ну, накапают теперь опять архиерею. Нас прозвали Златоуставцы, секта Златоуставцев. То, что Златоуста мой, мне это самое дорогое, я 12 томов его насчитал. Как его звать-то этого? Роман. Роман. Так что, к нам это не относится. Дальше что? На нем лежит обязанность учить всех, и если он не исполняет, за это он Господом осудится. А если ты не будешь слушать его, так же осудишься. Ибо так говорит Господь, слушай вас, меня слушает, а отметайся вас, меня отметается. Но речь шла об апостолах, не о беретиках, не о заблудших, не о крохоборах, не о сребролюбцах, не о гомосексуалистах, не тех, которые пьяные давят прихожан своих. Еще что? Иже вас хулит, меня хулит. Не дело, братья, овцам хулить пастыря. Он за вас и за братья ваших каждый день службу приносит. Ну-ну. Утром и вечером в церкви, и вне церкви Бога молит о вас. Правильно. Обо всем этом размыслите, и почтите его, как отца. Скажешь, он грешен и зол. Да что тебе... Мы не говорим, грешен и зол, не учат, учат неправильно-то. Я даже это не беру, грешен и никогда не понимаешь человеческая слабость. А вот он, священник, и стоит, и говорит, я романах, и стоит жена рядом, и двое детей. И все еще служит. Что о Филарете, там, Денисенко писал, там, о Александре Нежной в огоньке, это все подтвердилось. Ну, дальше. Да что тебе за дело? Если и добрый за тебя будет молиться, какая тебе польза, если ты неверен? А если ты верен, то тебе нисколько не повредить его недостоинством. Благодать от Бога подается, и ерей только уста отверзает. Отворит все Бог. Не ясно ли отсюда, братья, что всем священникам Бог действует, хотя бы и недостойны были? Размыслите, кто нас спасает, священник или Бог? Кто нам подает благодать в таинствах? Кто принимает молитвы наши в церкви? Чье слово действует, хотя бы и недостойны были? Читает или говорит священник в храме? Очевидно, Божие, и очевидно, что все наше спасение в руке Господней, а не священника. И при том, если уж ты подлинно хочешь спастись через священника, то ищи в таком случае священника безгрешного. А найдешь ли такового? Увы, все мы грешники, от первого до последнего. Никто же будет чист от скверны, ащи и един день жития его на земле. Поэтому, с чем священников зазирать, каковы бы они ни были, с чем от священников бегать и через них от церкви? Не лучше ли бежать от их хулителей? Пока ты выйдешь в церкви, то есть грешным священникам всегда, если захочешь, спасешься. А с хулителями вне церкви всегда пропадешь. Ибо, как бы ни показалось, они тебе святы, все-таки никогда не забывай, что нет у них ни церкви, ни таинств, а следовательно, благодати Божией, аминь. Это те, кто... Ну, все понятно, это никак не о том. Мы этого и придерживаемся. А священника, что говорят, я говорю, никогда не смотрите. Это немощь человеческая. Скоро, что он поднялся высоко, его и видать совсем до самой последней, говорится, заплаты, до последнего каблука его видать. Вот так. Вы прочитайте, если готовитесь в миссионерский там что-то отдел, слова Иоанна Златоуста о священстве. Кто должен туда идти? И вы увидите, у вас ни одной кандидатуры нету. Ни одной нету. И увидите, что готовят волчатник, диких лютых волков. Это абсолютное большинство. Это я уже об этом говорил. Тут что-то много. Кто это? Екатерина Танько. Танько. Что она? Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Отношусь к вам с уважением. Не обсуждаю с вами согласно по видеороликам. Смотрю на некоторые не до конца. Некоторые такое иногда полезно. Не критикую никого, так как давно в другой церкви, с братом во Христе. Православие не отвергаю. И вас не сужу никого. По ошибке заблокировали. Ничего, бывает. Как сама не сижу. Желаю вам здоровья, вам и вашей семье. Помогаю вам Бог и хранит вас. Благословляю именем Иисуса Христа. Тоже видела видеоролик по облегчению. Это их дело. Благослови их тоже Бог каждого и хранит. Аминь. Вас уважаю. Без уважения нет ничего. И благодарю Бога за каждого и за вас, брат во Христе. Я не буду грешить против брата или против кого лишь. Только Бог с нами со всеми и рассуждениями. Самое ценное молчание при себе. Тут ни запятых, ни еще нет. Спасибо большое вам, Екатерина Танько. Пока что нету в соцсетях. На меня тоже пишут неправду. Благословляю та и все. Аминь. Благословений вам тысячу раз. Не знаю, буду смотреть дальше видеоролики. И как Бог даст нам всю волю Божьей. Во всем. Во век. И за все благодарно Богу. Аминь. Екатерина. Ну понятно, что благодарит Бога. Благодарит Бога. Спаси Христос. Да, за все Господь. Чтоб побыла здесь. Сказала. Вот. Тут кто еще? Ольга Василевская. Что бы ни случилось, абсолютно всегда я буду верить в любовь. Вот она верит в любовь. Ишь как. Игнатий Тихонович, спасибо за прекрасное видео. Ну вот. Ну благодарим. Как и Ольга. Спаси Христос. Николай Воронин. Игнатий Тихонович, что вы можете сказать о долгожданной царе-спасителе Святой Руси? Ну тут зарядите, царь. Все это выдумка. А Алексей Ильич Осипов говорит, вот эта жажда спасителя, спасителя России Святой, поражены православными. Они первые пригнут антихриста. Он царем будет-то. Это антихристово учение, а царе это другое. Это Осипов говорит, не я. Дальше. Алла Долганова, Амелин. Родной город Краснотуринск, поселок Черемухово. Спасибо, Игнатий. Порадовали вы меня, что не перевелись еще здравомыслящие православные среди народа нашего. Что не стащайте вы ненависти и нетерпения к знакомыслию. А имейте сердце истинного сына Божьего. Дай Бог им здоровья и еще долгих лет служения Господу и людям. Как ее звать-то? Алла. Алла. Благодарю Алла за доброе слово. Ну и попутно сразу скажу, подстригаться не надо женщинам и губы красить не надо. Но это не обижайтесь. Я просто, может, вас никогда больше не увижу и грудь закрыть вот так вот, по самую шею. Вот. Ну, я верующий, потому я должен сказать. Как бы хорошо не отзывались, но... И, кажется, об этом говорится, что где истина есть? Платон и истина будет дороже Платона и дороже Сократа. Ну, теперь немножко возьмем из прошлых писем. Все. Немножко прочитай. Николай Александрович, по Максиму Шевченко, русскоязычный Израиль это угроза информационной безопасности России, поскольку они сюда транслируют неуважение к русскому народу, к нашей армии, к правоохранительным органам, к власти, к православной вере. Ведь жида-либералы, Познер, Гельман, Свонидзе никогда не критикуют и не высмеивают сектантов, гомосексуалистов, наркоторговцев, проституток, порнобизнес, секшу-бизнес, алкоголизм, табакокурение, Израиль, иудаизм, аборты, потому что это их детище. Вот видите, какие слова пишет. Игорь Калинин, дорогой мой, здравствуй, я тебя очень уважаю, и как ты случайно потерялся, ты праведник и очень хороший мой дорогой друг, Калинин Игорь Викторович. Дальше. Людмила Чичкина, стихи насущные, содержательные, поучительные, спасибо. Сейчас пошлю в Питер, в администрацию Мэл.ру. Уважаемые, начните и нас уважать, уже народ не заходит в свои миры, в сообщениях выставили наши альбомы, спасибо, но дайте в них все номера страниц, вы нам дали страницы по 10, представьте себе найти что-то на 600-й странице, сколько надо потратить времени, так же и видео с роликами. Возможность взять себе видео, дайте перечнем альбомов. Невозможность 6 тысяч видео иметь в общей куче. Вам это непонятно? Только в гостевой сделали как было, альбомы со всеми страницами, спасибо. Но что-то можно послать, поздравления и все. Верните формат в разделе сообщения, чтобы мы могли видеть, что нам прислали и что мы отсылаем. Перечень друзей слева все время мгновенно возвращается в начало и невозможно долго, надо искать кого-то из нескольких сотен, возвращая ваш никому не нужный движок. А вообще, может вы хотите закрыть мой мир? Ну так нам и сообщите, мы уже решили общаться в скайпе. Кучу неприятностей сделали нам в подарок на Новый год, прекратили все общения. Это я сейчас написал вам в администрацию моего мира. Евгения Рыжкова. Что-то вы ничего не пишете мне. Было очень интересно читать ваши стихи. Пишите. Ответ. Евгения Мирова, к сожалению, администрация мейла отняла возможность пересылки всем друзьям сразу посланий. Так что никому и ничего больше не могу послать. Евгения Рыжкова. Очень жаль, я вас ждала каждый день. Ну дальше я объясняю тут. Прошу, карты, как ехать мы думали, какие области, вот карты нужны по району, на какие районы и то другое. Ива АПК. Мир вам, дорогой дядя Игнатий. Хорошо начну делать. Я как раз себе теперь купил принтер, теперь дома могу печатать. Вечерами буду делать, через неделю скажу, если появятся сложности или ничего не найду. Римма. Здравствуйте, вы меня простите. Неужели вы сами овладели навыком работы на компьютере и сами выбираете друзей? Что это вам дает? Я не православная, а мусульманка. У меня муж был русский, но мы в разводе. Просмотрела часть ваших фото. Вы не состоите в секте. Прошу простить, если обижаю. А, вы не состоите в секте? Ну да. Прошу простить. Для чего такое количество друзей вам? И я еще в придачу. Ответ. Ну я даже послание как можно было посылать, а теперь нужды никакой нету, раз послать нельзя, да хоть ни одного друга не будет ничего. Римма это не женское имя, а мужское. Ну и все на этом. Самир Атагеве что-то пишет. Мир вам, Игнатий, дорогой, отец Игнатий, дорогой, не могу найти вас в списке друзей в моем мире. Все переискала. Почему так, не понимаю. Как вы? Все ли в порядке с вашим почтовым ящиком? Добра и любви всем вам желаю. Это мусульманка. И когда залез ко мне один мусульманин, вскрыл, ну как говорится, взломал. И потом начало экстремистские материалы, ваххабистские рассылать-то. Ну я стал сообщать, а он пакости творит. Ну она на него вышла и начала, меня свиньей назвал за то, что я поддерживаю вторую свинью, убитую, это Данила Сысоева. Та сам как свинья все перерыл-то. И она как начала ему рассказывать-то, кого ты нашел, ты что, и он сразу ушел и даже пароль не сменил, ключ под дверями оставил. Все на сегодня, да? Да? Слава Иисусу Христу, благодарю вас. Я ответил Самире, что что, смотри-ка. Миром, дорогая Самира, мы каждое утро молимся, произнеся такие слова. Господи, помилуйся Миру, Наталью и содружество ее. А почему нет меня в списке ваших друзей, не ведаю. С почтовым ящиком у меня все в порядке. Тут я перенес к себе на форум проповедь Мухаммада Мухаммадова в мечети. Прослушай его, если я не слышал, и дай твою оценку. И еще проповедь отца Дмитрия Смирнова в храме про мусульман. Какие есть иногда среди них добрые, и что такие, даже ближе ко Христу, чем иные лжекрещенные, мощенные, лживые православные. Самира Тагеев отвечает. Таких 9 человек в моем мире. А Игнатий Лапкин в моем мире, ВКонтакте, в Одноклассниках. Везде я один. Один, то есть под этим именем и фамилией. Так что искать меня проще простого. И еще мы готовимся на многовестие во все страны Европы, Скандинавии, Прибалтике. Можем заглянуть и в Азербайджан. Где тебя искать там? Ну и все на этом. Слава Христу! Слава Христу! Аллилуйя!